Ассаламу алейкум архаммутуллау а баракату, дорогие братья и сестры. Дело в том, что наш дорогой шейх Асхат, он же мой учитель в делах праведности в Куране. И я, как его ученик, взял небольшую группу Курана. Шейх Руслан, вы учёте наши здоровые саламмутуллау а баракалайкум. И хотелось бы, давай шейх Руслану, подумать, как мы ищем для своих детей хорошего репетитора по английскому языку. Это всё в дуне. Эти вещи пригодятся в этой жизни, архаммутуллау, английский язык, углубленной точкой науки. Как мы ищем для себя хорошего тренера в спорте, так же мы должны, в первую очередь, найти своих детей хорошего учителя в Куране. Почему? Потому что в Куране это миразь. Это то, что останется после света родительства, после останется, дорогие родители. Мы уйдём все родители, мы все родители уйдём из этой жизни, но вот скажут детям, скажут родителям, хафи в Куране. Родителям часа Курана они оденут одежду из короны, оденут из жемчуга. Все бы говорили, что наденут. Это родители хафи в Куране, часа Курана. И их ребёнок сможет быть за них шафианом, сможет быть заступником за них. Буквально месяц назад мой племянник, родной племянник стал хафизом. Ему 13-14 лет, отлучился первый хафиз в нашей семье. Дарова, чтобы в каждой семье из наших единоверцев, в каждой семье нужно поставить планку, появился хафиз. Желательно по два, по три хафиза. Сделайте себе, пожалуйста, такую установку, что ребёнок кроме высшего образования, кроме получения специальности, выучил в Куран, желательно наизусть, и очень глубоко осознавая его словами. Поэтому, насколько мы любим Куран, настолько, аль-хамдули, Куран, как право Мухаммад сказал, «Ахабда калям Аллах, ахаббху Аллах, кто полюбит речь Аллаха, Аллах, кто полюбит, суххану ва-та'але». Поэтому, когда бывает, если мы ждём, не дождёмся, бывают люди, какой-то сериал выходят, когда следующая серия выйдет, там неделями ждут и готовятся к этому. Это всего лишь сериал, какие-то слова людей, придуманные вещи. А когда мы каждый день, если поставим завтра новая страничка Курана, это ведь речь от Аллаха, обращение от Аллаха, это есть вопрос нашего имана, есть вопрос нашего, как мы любим Аллаха, как мы привязываем свои сердца с Аллаху, суххану ва-та'але. Любим мы искренне Аллаху, суххану ва-та'але, не только на словах. Есть вопрос с этим. И как только мы, ахабдалля, покажем свою искренность Аллаху, суххану ва-та'але, в отношении Курана, тогда Аллах нам облечит. Вы знаете, дорогой человек, я недавно слышал такое наставление, слышал такое наставление, что каждый пророк, каждый посланник любил читать красивым голосом собственное послание. Вот пророку Дауду, мир ему, был дарован Забур, пророку Ибраиму были дарованы свитки, мир ему, пророку Муси был дарован Таврат, мир ему, пророку Ииси был дарован Инджир. Они все читали свои писания красивым голосом, а шайтан, чтобы отвлечь людей от чтения писаний красивым голосом, начал подбивать людей на музыку. Вот посмотрите, то есть распространение музыки среди людей, распространение этих фильмов, сериалов, все связано с тем, чтобы отвлечь людей от чтения Курана. Потому что когда человек читает Куран, честно говоря, он будет его повторять, на устах его и в голове всегда будет звучание Курана. Если будет слышать музыку, он будет ее слушать или грусти, или через черной радость и так далее. А decir, а�ルал Альбасит т.к. Квараны и музыка одновременно не можем там обсер sextе. Или музыка останется в Курану или Куран останется музыки не будет. Поэтому она каждый выбирает. Потому что музыка сделана таким образом, она написана таким образом, и песни пишутся таким образом, чтобы они были прилипчивые, к сознанию прилипали одни и те же витмы, и те же слова, порой глупые, греховные. повторяется, чтобы они прилипали к сознанию, особенно у детей. Вы дайте им послушать один день какую-нибудь песню, они целый день ее будут напевать. Вот сейчас все напевают эту татарскую песню, я думаю, у многих татар, как бы, на сердце тепло становится. Татарская песня из фильма «Слово пацана». Прям вся Россия шизеет, все страны постсоветского пространства тоже шизеют с этого сериала и с этой песни. Вроде бы татарам должно быть приятно. Она даже не татарская какая-то, не знаю, Аллаху Арнасту, какой же это, даже там отец. Куз де куз, кул де кул, там татарская песня, но на самом деле, вы видите, Субханалад, там обнаженная женщина, обнаженная певица появляется в этом клипе. И если дети ваши подсаживаются вот на эту просто куз де куз, кул де кул, вроде бы ничего обидного нет в глазе глаз, там в руке рука песня о любви, но на самом деле она замешана на греховности. Это касается не только татарских песен, это касается современных кавказских песен. Вы посмотрите, во что превращены свадьбы в Дагестане, это же просто позорище, просто позорище. Я просто слышал эту мелодию в инстаграме, но я хочу доверить, что у татар такие мелодии нет. Это под татар, что ты взял. Да, как слова даже, знаете, с акцентом, то есть видно, что человек, на татарском языке, но это жанр музыки, которая называется транс. Это современная, электронная музыка, которой у татар традиционно не было. Но видите, как они, на что ловят молодежь. Тамам, в любом случае я хотел бы сказать, что по совету шейха нашего Асхата, я сам открыл тоже курсы изучения Курана, и советую каждому отцу, каждой матери стать или небольшим учителем, наставником, или если у вас нет таланта преподавать, то хотя бы человеком, который организует эти курсы, уделяет квартиру, готовит там печеньки, чай наливает для детей, не знаю, где-нибудь, может арендовать где-нибудь, вы знаете, коммерческих помещений сейчас много, в каждом многоэтажном доме, арендовать небольшой уголочек, собирать детей. Чем больше будет таких инициативных? Выезды на природу, пикники, скоро месяц Рамадан, мы готовы выезжать на ифтары, и на ифтарах для детей делать наставления. Нужно любую возможность использовать, чтобы наших детей спасти. Большевики по домам ходили, движение народников было, по призыву своего лидера, 10 тысяч российских студентов, оставили вузы, и пошли в деревни призывать крестьян к социализму. Но неужели мы, живя в городах рядом со своими детьми, не можем отвлечься от работы, не можем отвлечься от своих мужских и женских увлечений, от инстаграма, чтобы спасти своих детишек, стать им добрыми наставниками? Баракла. Баракла. А мы будем регулярно с Шехом Асхатом записывать видео и делиться секретами того, как воспитывать детишек, как привязывать их в сердцах к Урану, как сделать так, чтобы Аллахи и его посланник к мировому благословению поселились в вашем доме, и чтобы в вашем семейном пространстве, в вашем очаге, в вашем гнездышке просто был разлит баракад Всевышнего Аллаха Благословения. Баракла. Желаю вам всем добра, здоровья, дорогой Чехосан. И вам, Аллах, долгих лет, чтобы даровал, чтобы вы были нашим наставником. Долгие-долгие. Баракла. Баракла.